Привет, друзья! Я продолжаю помогать для тех, кто в стрессе, в страхе, кто чувствует боли, не знает, что будет завтра, и вот эта неопределённость давит как пресс. Дело в том, что точкой опоры может быть и являться и сама неопределённость. И для того, чтобы неопределённость была точкой опоры, для этого нужно помнить какие-то базовые ценности, общечеловеческие ценности. Это любовь, сопереживание, сострадание, созидание. Вот есть ещё психофизиологические такие вечные ценности, например, ритм. Ритм. Вот я вчера смотрел в Инстаграме, мой сын Алина Лиев рассказывал о том, что когда мама качает ребёнка, она подбирает ему ритм. Но наше достижение по методу ключа в том заключается не в том, что мама качает ребёнка, это обо всем все знают, а в том, что именно она подбирает ритм в соответствии с его текущим напряжением. Это очень важно. Второе. Когда он там рассказывал о том, как делается ключевой стресс-тест, но слушающий его человек, она кивнула, кивнула, попробовала так и дальше пошла. В смысле, что для того, чтобы человек понял, о чём речь идёт, надо, чтобы он дал себе время пожить с этим. Ну, хотя бы минуту-полторы попробовать, поискать удобное положение, максимально комфортное для этой задачи. Например, если трудно делать сидя, сделать стоя или сделать лёжа, подобрать такое приятное положение, когда ничто не давит, нет конкурирующих сигналов, задумываться, какой образ для этого представить. Кому-то помогает один образ, кому-то другой образ. Это же не шаблон, это метод подбора тех действий и образов, которые полностью синхронны с текущим состоянием. И вот когда человек на самом деле подойдёт к этому ключевому стресс-тесту, именно с этой стороны попробует найти удобное положение, попробует найти образ, помогающий тому, что руки расходятся сами как бы на автомате и понимает, что они идут не вопреки тебе, а по твоей воле, по твоему желанию. При этом делаешь так, что это не как экзамен, что ты проверяешь, идут не идут, а почему идут с такой маленькой скоростью, а почему не идут с большой скоростью. Не этим надо заниматься. Это как детская игра, это игрушка для здоровья. И вот если вы в стрессе, чтобы сделать вот так называемый квантовый скачок, чтобы перелететь барьер психофизиологического состояния и состояния стресса, страха, боли, дискомфорта, на состояние покоя в душе, на состояние такой безмятежности, на такое состояние, когда люди обычно говорят, появилась какая-то задумчивость, как и мыслей нет, хорошо, легче стало. Вот эти слова они обычно говорят. Но для этого надо дать себе несколько минут хотя бы и поискать удобное положение. И первый раз, когда вы делаете, если вы делаете стоя, то, конечно, лучше сделать у дивана, потому что если вы вдруг начали делать ключевой стресс-тест, и руки пошли, и тело начало покачиваться, и в этот момент вы выходите на этот ритм, на эту волну, и в этот момент кто-то от неожиданности может и споткнуться, так чтобы этого не было. Первый раз попробуйте около дивана там, ну, как-то так, сделайте ноги пошире, и отпускайте себя на эту волну, отпускайте. И при этом в этот момент, когда у вас происходит успокоение мыслей, когда вы выходите на состояние безмятежности, когда стресс начинает снижаться, а в этот момент он снижается, там происходит именно вот этот так называемый квантовый переход, на самом деле это триггерный переход в системах работы мозга. Так вот, когда вы выходите на это состояние, помечтайте о желаемом будущем, помечтайте, потому что вот это мечтание, как вы хотите себя чувствовать завтра, как вы хотите, чтобы было потом, какие качества и какие желаемые свойства характера вы хотите у себя развивать, потому что в этот момент каждая минута бесценна, она на вес золота, потому что миллиарды клеточек мозга работают синхронно в направлении вашего восстановления и в направлении вашей мечты. Да, и потом вы проще решаете те вопросы, о которых в этот момент задумались, что вы их решите, и энергия напряжения переходит на их решение. Да, так происходит в мозге перезагрузка, но потом в следующем ролике я еще вам расскажу. Да, Ален молодец, хороший там, поставил в Инстаграме у себя, да, вот вдохновил меня вам рассказать это. Но я просто хочу вам помочь, а если кто в стрессе, у кого страх, знаете, что вот это состояние, это же можно использовать в этот момент, а не для того, чтобы оно вас разрушало, для того, чтобы вам можно было себе, пользуясь этим напряжением, себе помочь, и помочь и только себе, но и близким, потому что, когда вы снимаете у себя зажимы, или находя ритм какой-то, там, сучите пальцами по столу, или там, делайте вот так, как-то в себя дирижируете, ритм какой-то находите, как когда вы находите ритм беги, там, и тому подобное, или ритм песни, когда вы заслушиваетесь, успокаиваетесь. Видите, как я рассказываю, что вы немножко успокоились? А когда вы находите это состояние, или через ритм, так можно и лучше заснуть. Когда вы засыпаете, можете вот так делать рукой, или кто-то непроизвольно ногой делает, непроизвольно. Это же всё идёт от инстинктивных действий, защитных действий, которые снимают лишние напряжения. Так вот, вы, когда у себя восстанавливаете гармонию, вам легче потом понять, как помочь другому. Вам легче потом решить очень сложные вопросы, которые вам казались в этот момент недоступными. До встречи, друзья. Здоровья вам и счастья. Всё будет хорошо. Вот увидите. Продолжение следует... Продолжение следует...